Итак, сегодня я хочу поделиться с вами мыслью, которая пришла ко мне во время утренней молитвы. Я вам сейчас объясню, как получилось. У меня вот в кармане есть такая книжечка, недельная глава. Это издание «Оз Веодар». Они издали недельную главу с комментариями, классическими комментариями, которые можно положить вот так в карман. И она вот во внутреннем кармане пиджака. Несколько раз я уже обращал внимание. Мы летали в Германию, тоже очень интересно, в такой степени доступно. В любом месте, где ты сидишь, ты можешь достать, опять же, всегда актуальные темы. Поскольку говорят про недельную главу, всегда как-то интересно, актуально, достаточно легко. В общем, мне очень нравится вот эта вот идея, которую сделали, я не занимаюсь рекламой, но вот эта вот «Оз Веодар», которая занимается переизданием книг. Мне кажется, очень замечательная, такая прекрасная идея. Так вот, идея, которая… Я сейчас говорю про идею переиздания. Так вот, поскольку у меня эта книга была в кармане, а я сегодня был хазаном, то есть, кантором на утренней молитве. Пока я ждал, чтобы было 10 евреев, чтобы начать повторение молитвы 18 Благословения, я достал эту книгу свою и открыл. И первый раши на недельную главу говорит о следующем факте. Вот есть такой факт. Недельная глава «Прошлое» окончается описанием потомков Исава. И так, как бы, подробно, в лаконичном стиле. А наша недельная глава начинается с описания потомков Якова. И дальше подробно, подробно, подробно. И раши говорит, после того, как сказал вкратце родословную Исава, говорит подробно родословную Якова, их причину, почему евреи спустились в Египет и так далее и тому подобное. И раши говорит, на самом деле Всевышний так уже делал, когда диктовал Тору Мушер Абейну. Тоже поколение между первым человеком и Ноохом, между Адамом и Ноохом, Всевышний так перечисляет. На Ноохе останавливается. Адам подробно. Перечисление на Ноохе останавливается. Опять же, от Нооха до Авраама перечисление на Аврааме останавливается подробно. Говорит, раши приводит такой пример. Например, это подобно, как если бы алмаз упал в песок. Человек перебирает песок, пока не находит алмаз. А когда он находит алмаз, то он все эти камешки и песок выбрасывает из руки. Вот так вот. Вот это этому подобно. То есть, все эти перечисления, они для того, чтобы как бы найти алмаз. Да, то есть, получается, в чем подобие? Есть песок, получается, а есть алмазы. У меня вдруг, после прочтения этого раши, только возникла мысль, что значит, есть люди песок, а есть люди алмазы? Что же это у Всевышнего, получается? Нет равенства между душами. Есть души, которые как бы для Всевышнего сравнимы с песком, не дай Бог. А есть, которые сравнимы с алмазами? Какое-то неравенство у Всевышнего. Да? У Всевышнего, получается, Всевышний относится к людям по-разному. Из этой мысли у меня, я не знаю, не все, может, согласятся с этим вопросом. Но вот мне это помешало. Я для себя подумал, что, может быть, можно дать вот такой ответ. Все, что Тора пишет, она пишет постфактум. По факту в истории эти люди стали для Всевышнего мостиками, как говорил Дима Андрук. Как бы песком. Нужно было найти алмаз путем достижения вот к этого алмаза. Они сами это выбрали. Это то, что я хочу сказать. Сами они это выбрали. Свобода выбора есть у каждого человека. Авраама Вину, про отец Авраама, он выбрал быть со Всевышним сам. В три года начал задавать вопросы, шел, путь. Написано, что до 48 лет он познавал Всевышнего. В 75 определенный скачок. То есть, человек сам выбирает, кем он будет. Тора говорит, она описывает нам уже историю этого мира. Она как бы рассказывает, как это было, как создался еврейский народ. Как был Авраам, как был Ноах, как развивалась история после сотворения мира. И там действительно получилось, что у Всевышнего были алмазы, а были проходящие этапы. Мостики такие. Но человек сам, каждый имеет возможность выбрать. А постфактум потом уже будет понятно, кто был алмазом, а кто был песком. Но Всевышний никогда каждому конкретному человеку не дает вот такой вот «ты будешь песком». Нет. Человек сам, каждый может это выбрать. И тогда, когда будут про него писать, уже будет понятно в конце его жизни, как он прожил. Как алмаз, даже маленький. Маленький алмаз. Не обязательно быть многокаратными алмазами, а можно быть просто прожить жизнь, как проходящий этап, как песок, который можно отбросить. Вот такая мысль. Но что, какой оптимизм из этого? Мы сами можем выбрать, сами можем решить, как мы хотим прожить эту жизнь. Спасибо.